Привет, Библия! Тема. Павел направляется в Иерусалим. Текст. Деяние, глава 20, стихи с 23 по 25. Воскресший Иисус, наконец, сказал своим ученикам так. «Будете мне свидетелями Иерусалима, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Ученики проповедовали Евангелие в Иерусалиме и Самарии по повелению Иисуса. Кроме того, некоторые из тех, кто верил в Иисуса, проповедовали Евангелие в Антиохии, который находится на севере Израиля. Таким образом, ученики проповедовали Евангелие только в Иерусалиме и Иудее. Но повеление Иисуса проповедовать Евангелие до края земли было совершено не только его учениками, но и другими людьми. Особенно Павел был полон решимости пойти на край земли, чтобы проповедовать Евангелие. Павел пересек горы и бурные моря и посетил чужие земли. Сначала он проповедовал Евангелие иудеям, а затем и язычникам. Он шел туда, куда ему было нужно, независимо от того, люди приветствовали его или нет. И он проповедовал Евангелие в городе, где он был в течение нескольких дней или даже нескольких лет. Позже люди назвали поездку Павла проповедовать Евангелие «Миссионерское путешествие Павла». Когда Павел вошел в город, он сначала отправился в иудейскую синагогу. Он обратился к тем, кто знал Библию и Бога. Божье обещание в Ветхом Завете исполнилось через Иисуса. Веруйте в Иисуса Христа. Некоторые иудеи слушали Павла и начали верить в Иисуса. И в то же время некоторые иудеи не хотели слушать Павла и ненавидели его. Люди, которые ненавидели Павла, беспокоили его, следуя в каждый город, в который он ходил проповедовать. Они даже бросали в него камни, чтобы убить Павла. Поэтому Павел решил проповедовать Евангелие только язычникам. Павел позвал старейшин Ефиса, которые были вместе много лет, и сказал, что он сначала отправится в Иерусалим, прежде чем начать миссионерское путешествие для язычников. Они беспокоились о Павле, потому что в Иерусалиме было много иудеев, которые ненавидели его. Но Павел сказал тем, кто заботился о нем. Я отправлюсь в Иерусалим под руководством Святого Духа. Я не знаю, что случилось там. Но я не дорожу своей жизнью, чтобы совершить свое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Иисус молился перед распятием. В то время Иисус молился, чтобы все было совершено по воле Бога, а не по его собственной. Когда Павел отправился проповедовать Евангелие язычникам, подобно Иисусу, он хотел, чтобы все было сделано согласно воле Бога. По повелению Иисуса, Павел хотел ехать в Испанию, чтобы там проповедовать Евангелие. В то время люди думали, что конец края земли – Испания. Но почему Павел не пошел прямо в Испанию, а сначала в Иерусалим? На самом деле, начало и конец всего миссионерского путешествия Павла происходит в Иерусалиме. Павел хотел пойти в Иерусалим, потому что он хотел поделиться с учениками Иисуса тем, что он испытал во время миссионерского путешествия. Многие люди думают, что характер Павла был сильным, и он не стал бы слушать других. Когда мы видим то, что Павел хотел пойти в Иерусалим, мы можем узнать, что он действует осторожно во всем и прислушивается к советам другим. Благодаря Павлу, Евангелие было распространено за пределами Иудеев и до края земли. И оно было передано нам, которые сегодня слушают Слово. Дорогие дети, мы тоже должны рассказывать не верующим, а воскресшим Иисусе, подобно Павлу, который проповедовал Евангелие в меру своих возможностей. Думая о повелении Иисуса, мы проповедуем Евангелие. Редактор субтитров А.Семкин